Вещая птица гамаюн Сегодня чаще ее представляют как полуптицу, полуженщину. Впрочем, как и многих легендарных птиц славянской мифологии. Гамаюн из них выделяется пестрым оперением. Этот образ особенно закрепился у нас. Он чаще преподносится как более древний и правильный. Но существует и иное, ее менее известное воплощение. Бескрылая, безногая, с ярким оперением и длинным хвостом. В последнем образе считается, что если она приземлится, то тут же погибнет. Однако, по мнению многих исследователей, бескрылый образ гамаюн получила, когда из-за границы привозили чучело прекрасных певчих птичек, у которых сложно было разобрать и крылья, и ноги. До то выделялось яркое оперение. По другим истокам, в ходе перевозки, по разным причинам, чучело заграничных птичек утрачивали крылышки и ноги. Кто-то считает, что гамаюн, как существо, пришла к нам из-за границы, так как у иранцев и арабов была птица хумай – создание, предвещающее счастье. Она бросала тень на человека, кто должен был царем стать. Кто-то, углубляясь в этимологию именования гамаюн, полагает, мол, гомон, гомонись, гам – обозначает что-то вроде крика или шума. Оттого вещая птица и получила это имя, из-за чего следует, что гамаюн зародилась у славян. Кто-то совмещает обе версии, полагая, что она пришла от иноземцев, а имя обрела уже от нашего наречия. От убийства гамаюн, как и птицы хумай, шли несчастье или смерть. Хумаюн, кстати, в персидском языке обозначает счастливый, августейший. Мое же мнение таково, что вообще у разных народов много схожего в мифах и легендах. Но это говорит, по мне, не о переходе от одного к другому, а скорее об едином корне. Возможно, я ошибаюсь. Итак, чем же гамаюну славян особо выделяется? По многим предположениям, по значимости своей, она стоит даже повыше, чем остальные птицы. Она вещая, мудрейшая. Та, кому открыто все во всех мирах. Она является посланницей богов, той, кто знает все о них. Также о мирах, нави, яви, прави, о прошлом, настоящем и грядущем к нам, о зарождении всего. Потому она, как может быть полезна, так и опасна людям. Не вся правда преподносит человеку то, что ему по нраву. К тому же, надо, говорят, еще уметь ее правильно понимать, трактовать и быть готовым слышать. По множеству источников, гамаюн ближе всех сходится из богов с Фелесом. Где-то даже считается одним из его воплощений. Есть легенда, что родилась она от уточки, одного из воплощений рода. Та снесла три яйца, из которых появились волшебные птицы. Одна из них и наша. Произошло все это, как мифы полагают на острове Буяни, на Аллатыровом море. Где облюбовала птица гамаюн одной из деревьев. И осталось жить там и петь прекрасные песни. Ей приписывают и управление погодой, и усыпление людей. К ней относят также и способность к оборотничеству. Мол, она может быть и в воплощении простой прекрасной девы. Любит она также прилетать и в Ири, райский сад. Множество творческих людей нашли свое вдохновение в этой птице славянской мифологии. И писатели, и поэты, и художники, и певцы. Но это лишь начало, как я полагаю. Чем больше люди узнают, тем творят изысканий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok